Десна ТВ Сводка криминальных происшествий за неделю Турнир по шахматам среди осужденных Об этих новостях и не только подробнее Этим летом в регионах России отмечается массовая гибель пчел Случаи были зафиксированы в Удмуртии, Мэриэлл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях и в Алтайском крае Мора насекомых отмечается и на Смоленщине Тревожные сообщения поступают из деревни Санники, Сычевского и Новодугинского районов В некоторых случаях лабораторная экспертиза уже завершена Подтвердить слухи о том, что мор произошел из-за обработки полей пестицидами пока не удалось Лаборатория установила лишь то, что гибель пчел произошла не по причине какого-либо заболевания Между тем на всероссийском уровне специалисты оценивают убытки В результате недопыления полей и, соответственно, снижения урожайности культур Потери рынка оценивают в триллион рублей Более 20 лет поисковый отряд «Обелиск» выходит на поля былых сражений 14 июля участники отряда отправились исследовать место падения советского самолета ЛАГ-3 Подробности поисковой операции смотрите в сюжете Поисковый отряд «Обелиск» активно сотрудничает с жителями деревень В районах которых велись боевые действия Заместитель командира отряда Олег Дормидонтов, пообщавшись со старожилами и охотниками Калужской области Привел поисковиков на место падения легендарного самолета ЛАГ-3 Эту местность отряд шаг за шагом исследует с 2018 года И в этом году поисковая операция подходит к концу Сверху мы собрали части самолета Были номерные части, по которым мы определили, что это самолет ЛАГ Выпущенный он во втором квартале 1941 года В 1941 году он и был погиб ЛАГ-3 – один из основных советских истребителей начального периода Великой Отечественной войны С 1941 по 1944 годы было выпущено более 6500 боевых машин Благодаря деревянному корпусу истребитель обладал хорошей маневренностью Металлические части были установлены только в тех местах, где дерево уже никак не проходило по техническим требованиям Именно по таким деталям поисковики отряда «Обелиск» смогли найти остатки ЛАГ-3 Здесь были найдены остатки двигателя Был номер двигателя найденный здесь Самолет предположительно упал в данном месте Разлет самолета был где-то в радиусе 200-250 метров в сторону оттуда болота Вот здесь мы сверху собирали части данного самолета По найденным фрагментам поисковики сделали вывод, что самолет горел Об этом свидетельствуют части расплавленного алюминия В этот раз среди значимых находок – клапан самолета Измерив его диаметр, можно установить двигатель, к которому он относится Также был найден фрагмент выпускного коллектора истребителя Выводы будем делать чуть позже В дальнейшей работе в архиве нам покажут, был ли летчик или нет Но пока первичные признаки говорят о том, что летчика здесь нет То есть парашютной системы мы ни одного фрагмента не обнаружили После того, как будут собраны все фрагменты упавшего ЛАГ-3 Поисковая операция начнется уже в другом месте В радиусе полутора километров поисковики уже обнаружили части другого самолета Но это уже другая история А пока впереди у обелиска кропотливая работа со справочниками И изучение архивных документов На шестом форуме регионов России и Беларуси высоко оценили роль Смоленской области в развитии культурных и экономических связей с Братской Республикой Мероприятие это ежегодно и проводится поочередно на территории России и Беларуси Среди участников представители власти, руководители регионов и крупнейших предприятий России и Беларуси Делегацию Смоленской области возглавил губернатор Алексей Островский Смоленщину отметили в числе регионов, которые наиболее активно взаимодействуют с белорусскими партнерами Форум регионов этого года посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России А также решению актуальных вопросов в сфере молодежной политики О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по Десногорску Андрей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 129 сообщений и заявлений Преступлений 8, раскрыто 4 преступления, нераскрытыми остались еще 4 преступления Телесных повреждений 13, ДТП с техническими повреждениями, шерсть, прочие 92 Произошел один пожар, раскрыто ранее совершенное одно преступление Выявлено 89 административных протоколов В том числе за нарушением правил дорожного движения 72 Антиалкогольные статьи 17 Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено До 1 сентября правительство должно дать ответ возможно ли, а если возможно, то как именно помогать россиянам с ипотекой Президент России Владимир Путин поручил министрам проработать вопрос субсидий на первый взнос по ипотеке за счет федерального бюджета Подробности пока неизвестны, за исключением того, что получить субсидию можно будет один единственный раз Другой любопытной инициативой главы государства стало указание обеспечить граждан с невысоким доходом жилплощадью без ее передачи в собственность Разобраться в тонкостях реализации задуманного члены правительства должны до 10 октября Соблюдать правила безопасности следует даже при сборе грибов в лесу Часто поиски горе-грибников затягиваются на несколько дней По этой причине специалисты советуют заранее подготовиться к непредвиденным ситуациям Например, незапланированной ночевке При очередной вылазке в чащу рекомендуется взять с собой плащ или дождевик Им можно будет укрыться и сохранить тепло А если счет времени потерян и выхода из чащи уже не видно, главное не паниковать Нужно, не дожидаясь темноты, дозвониться по номеру 112 и рассказать, где примерно находитесь и ожидать помощи Чтобы облегчить работу спасателей, желательно развести костер Также специалисты советуют отказаться от популярной камуфляжной одежды в пользу ярких жилетов С ними шансы быть быстро найденным увеличиваются в разы В преддверии Международного дня шахмат в колонии-поселении номер 5 Десногорска Впервые состоялся шахматный турнир с участием осужденных Подробности в сюжете 19 июля во всех исправительных учреждениях Смоленской области прошел шахматный турнир Шесть колоний и два следственных изолятора, а это 138 осужденных, встретились по разные стороны шахматной доски В пятой колонии Десногорска к турниру готовились 12 человек Соперники разного уровня, от начинающих до профессионалов Кто-то имеет даже образование в этой игре А вообще как помогает им эта игра здесь? Во-первых, это, можно так выразиться, повышение самообразования То есть игра достаточно, скажем так, интересная Такие соревнования – часть общероссийской шахматной акции среди осужденных Подобное мероприятие проводится впервые Сегодня вот в нашем клубе нашего учреждения состоится турнир одновременной игры Это первый этап турнира Затем судейская комиссия выявит лучших игроков в каждом регионе Которые в конце года сыграют между собой в режиме онлайн Цель мероприятия – это в первую очередь организация полезного досуга для осужденных А также укрепление дисциплины Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ В 2011 году пивной алкоголизм был одной из главных причин обращения к наркологам Тогда пены напиток даже приравняли к спиртному На законодательном уровне и ограничили его продажу в ночное время Но Минпромторг задумался над смягчением действующих ограничений Все потому, что существующие нормы не вписываются в стратегию развития торговли на 2019-2025 годы Ведомство предлагает вернуть пиву и пивным напиткам самостоятельный статус И вывести их из-под понятия алкогольной продукции Идею уже раскритиковал бывший главный санитарный врач, а ныне политик Геннадий Онищенко Он считает идею провокационной и беспринципной, особенно на фоне всероссийской задачи по укреплению здоровья Политик подчеркнул, что намерен подать в суд на авторов этой идеи за ненависть к российскому народу И о погоде. 23 июля в Десногорске пасмурно и сильный дождь Днем плюс 22, ночи плюс 17 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин